Почему? Какие-то явления разгромлены. Ну и что? Значит, Сизин Пик говорит спина к спине. И я говорю, не думайте, что это плечо к плечу. Ну хотя бы сзади никто нож в пину не ударит. Так что же дело? На этот-то вопрос критики не отвечают. У Планировки-то есть план Соломон. Они знают, чего они делают. А чего они делают? Они, понимаешь ли, разваливают доктрину Москва-Третий Рим. И хорошо, уже развалили, дальше некуда. А если эта доктрина Москва-Третий Рим развалина, то святое место пусто не бывает. На это место и заталкивается новая доктрина. Большая Евразия, а мы продолжаем. Не Третий Рим, а Третья Орда. Так вот, ну что с меня взять? Ну сумасшедший, что возьмешь? А ваше-то где? Ваше-то где? Чего? Доктрина Победы. Это что? Значит, Проханов, у него сначала была русская мечта. Несколько лет там мечтали. Ничего, понимаешь, не нашли. Русскую мечту. Вы не найдете русскую мечту? Русскую мечту не найдете. Потому что у дела России всемирность. А во всемирности там и татары, и друг степей Калмык, и все остальные. А они русскую мечту ищут. Это что значит русский национализм? Вот эта имперкость, вот, тюрьма народа. Это то, что раньше говорили, красные. Вот эту-то мечту забыли, а новую не нашли. Ты, идиотворение русской победы? Опять русской. А татары говорят, ну ладно, вы там побеждаете. Вот вы здорово там победили, значит, там в Казахстане. Удержали, понимаешь ли, там ситуацию. Воздушно-десантные войсками. А, значит, вот этот, по замыслу-то, планировщика, эти фронты, где находятся-то? Растяжка, значит, кремлевских, и, значит, это, и МИД, и генеральный штаб, они, значит, поставлены на растяжку. Это растяжка где? В Сирии, в Афганистане и на Украине. Украина это запад, Сирия это юг, а Афганистан это, ну, тоже юг. Ну, такой, юго-восток, там, это Передняя Азия, то есть это Малая Азия, а это Центральная Азия. Вот эти растяжки где? Когда началась Третья мировая война нового гибридного типа, в 13-м году, а почему в 13-м году? Ну, это Папа Римский сказал, а по каким признакам это можно подтвердить? Да вот по каким. В 13-м году было объявлено и Исламское государство, и Рак, и Леванта. И? И что? И вот его, понимаешь, немедленно запретили, где? В странах цивилизованных, в странах Запада, там где, так сказать, значит, либералы, демократы, значит, штируются там, о чем, значит, прогнившие западные демократии. Вот они объявили Исламское государство, значит, террористическим запрещенным. И кто-то начал воевать-то с ним. Россия, демократический выбор, Москва, Третья Рим. В 15-м году, 30 сентября, значит, Россия туда, в Сирию-то и, значит, вступила волшебно-космическими силами. Три раза пыталась оттуда уйти, уйти не может. Компанию завершить не может. Объясняю, все замечательно, там через этот Хмеймин, там, значит, и прочее, все оружие испытали. Все, так сказать, пилоты, там, и прочее, ПВО, там, все прогнали, у них боевой опыт, и все хорошо. Только уйти оттуда не можешь. А это что? Это группировка оторванная от основных сил.